Как можно синус x определить не с помощью ряда бесконечного, а с помощью бесконечного произведения? x умножить на 1-x²π², 1-x²π², ну и так далее. 1-x²π² и так далее до бесконечности. вот такая вот замечательная формула но здесь бесконечное произведение ну тут конечно возникают вопросы а как найти предел этого произведения почему он существует кстати хорошо видно что при х равном 0 это произведение равно 0 при х равном π оно тоже равно 0 при х равном 2π тоже равно 0 и так далее то есть у этой функции если она все-таки существует корни 0π 2π ну и кстати минус π тоже с тем же успехом минус 2π потому что х квадрат корни точности такие же как у синуса вот эту формулу открыл знаменитый Леонард Тейлер и открыл его по-видимому так он просто взял и решил что раз функция синус имеет бесконечно много нулей или эти вот такие то можно ее записать в виде как многочлен как многочлен сам корнями записывается пишется х минус а1 умножить на х минус а2 и так далее где а1 а2 и так далее но там многочлены в конечной степени а вот он решил взял и применить эту формулу в случае такого ну бесконечного многочленного что ли рассуждение конечно не совсем корректное но ответ оказался правильным и действительно можно доказать что вот это так оно и есть но формула не очевидна если например тут начать раскрывать скобки то тоже получится какой-то степенной ряд ну вот проверить что этот степенной ряд совпадает вот в тем ряду если раскрывать смотрите что получится вот например ясно что х у нас получается как вот это х от всех слоганей берется по единице так что если раскрыть скобки то х так и останется х Дальше ясно, что х квадрат у нас никак не получится, а х куб у нас как может получиться? Когда мы вот этот х умножим, например, на этот х квадрат, да? И какой будет коэффициент? Минус единица на х квадрат. Но можно х умножить ведь на х куб, значит будет коэффициент минус единица на 4 х квадрат. Можно умножить на следующее. Короче говоря, у нас возникает х куб будет бесконечно много раз встречаться и будет с вот такими коэффициентами. И если раскрыть скобки, то получится, что х куб у нас пойдет с каким коэффициентом? Коэффициент равен вот этой вот сумме, на которой будет продолжаться бесконечности. То есть сумме вот такого ряда. А что это за ряд? Минус единица на пи в квадрате мы унесем за скобку, а в скобках остается 1, прибавить 2 в квадрате, прибавить 3 в квадрате, ну и так далее. Минус единица на n в квадрате, ну и так далее до бесконечности. Вот что будет. Если раскрыть скобки и найти явно коэффициент при х. Можно точно так же дальше раскрывать и найти коэффициент при х в пятой, при х в седьмой. И надо только убедиться, что коэффициенты будут точно такие же, как там. Ну при х в квадрате. Какой коэффициент при х в пятой? Минус от нашей стали, мы знаем, да? Потому что это, представлял. Совпадут они или нет? Чтобы они совпали, получается, нужно что? Мы минус его убираем, да? На пи в квадрате доносим, чтобы эти коэффициенты совпали. Нужно, чтобы выполнялся вот такой вот знак. Значит, 1, прибавить 1 на 2 в квадрате, прибавить 1 на 3 в квадрате и так далее, прибавить 1 на 1 в квадрате, и так далее, и так далее. Сумма вот такого бесконечного ряда должна равняться пи в квадрате лит на 6. Для того, чтобы вот этот коэффициент совпал с тем, которым мы. Но так оно действительно и есть. Вот Эммер как раз и открыл вот этот замечательный ряду. Оказалось, что сумма вот такого ряда, ряд обратных квадратных, в пределе, равна пи в квадрате лит на 6. С помощью этой формулы можно и пи в квадрате лит на 6 вычислять, предвиженную. Ну, сколько угодно точно. Нужно только суммируют квадратные. Правда, ряд сходится очень медленно, поэтому суммируют надо долго, чтобы пи, наверное. с того, что там подходящий ток. Вот формула для вычисления, не очень удобная, но зато красивая. Пи квадратные отношения. Но правда, чтобы ее доказать, нужно доказать, что вот это верно. К сожалению. Но в книжке Ландауна доказательство этого факта и есть. Там оно занимает, по-моему, 4 страницы, даже довольно изощрённого текста. С кучей формы. Ну, тут ничего не поделалось. Математика вообще, наука всё-таки сложная. Если к этому привыкнет, то вы, когда поступите учитесь куда-нибудь, то думаю, что важным будет для всех проблем эти тексты читать. Сейчас, возможно, это действительно сложно. Харди в своей книге «Скурс чистой математики», когда речь зашла о трагонометрии, он написал, что вот четыре способа видно, как определять трагометрический факт. Первый способ – геометрический, понятный. Второй способ, разлагая ряды, он не стал идти по этому пути. Сказал, что надо взять какую-нибудь книжку и там прочитать. Вот эту формулу он тоже написал. Сказал, что формула хорошая, и этот способ он даже считает наилучшим. Но он требует некоторых знаний, чтобы всё это понятно. Нет, каких знаний? Я не понимаю. Если бы вы так определили синус, то как после этого доказывать формулу синус-сумы? Абсолютно непонятно. Непонятно. Вот это и означает, что надо… Ну, там есть какой-то способ. Он считает, что этот вариант неплохой, но поскольку он не стал это излагать. Из этой формулы сразу нет не видно, да. Абсолютно не видно. Из этой формулы сразу не видно, да. Нет, ну там есть формула, как разлагать единицу единиц на синус-суму простейших дробей. Вот, кстати, формула довольно простая. Вот, но я уж не буду её писать. Её тоже можно использовать, как определение синуса. Вот из неё вроде бы, в принципе, неплохо всё получается. Но из этой формулы, кстати, зато корни хорошо видно. За ненаглядность здесь видна. Вот из этой формулы корни и синуса не видны совершенно. Ну почему корни будет, ну там, ну 0 – это виден. А вот π почему будет корень? Из этой формулы совершенно это нельзя ничего сказать. А вот из этой замечательно всё видно. Все корни видно. Ну, в общем, как ты начал выводить всю трегонометрию из формулы, я сейчас её напишу, для арктангенса. Что арктангенс – это, на самом деле, интеграл от 0 до x, где t делить на 1, то есть даже квадратно, как квадратно. Ну, то есть нужно взять вот эту кревую, такую вот, 1 делить на 1, то есть x квадратно. Вот она в точке 0 будет равна 1, и дальше она вот так. Ну и взять площадь под эти кревые, до определенной точки. Это и будет интеграл. Ну вот он решил воспользоваться вот этой формулой. То есть он определил арктангенс, для арктангенсов он доказал формулы сложения, оттуда вывел формулы сложения для тангенсов, а оттуда уже для синусов и косм. У него там не очень много места занимает, но, честно говоря, текст, я хоть читаю, с трудом. Тем более, что формулы для тангенса, там какая-то неприятность. Тангенс ведь в последствии от синуса и косинуса в некоторых точках бесконечности обращается. Поэтому формулы тангенса суммы, с ними надо аккуратно разбираться. Они при некоторых значениях же могут терять вообще смысл. Ну вот он со всем этим там разобрался, и всю тригонометрию вывел вот эту формулу. Видимо, ему показалось, что это самый подходящий вариант. Но вот это все там в самом конце. Так что есть много способов, как определять тригонометрию без всякой геометрии. Вот тот, который я попробовал рассказать, он, ну, вроде бы, самый, ну, немножко тоже понятен. Но и, к сожалению, вот в самый последний момент там возникает проблема с доказательством, что такая функция, действительно, такие функции, действительно, не сыты. Примороз доказательства, видимо, это просто достаточно неприятно выключается. Вот этот способ, в принципе, изложен в книге Шилова, только Шилов пользовался вот этими формулами. И ему пришлось дополнительно ввести еще дожди, что синус квадрат плюс космус квадрат равно единице. Ну и те неравенства, которые у меня были. Ну вот если брать формулы с сочетанием, то можно синус квадрат плюс космус квадрат побрать, и его можно вывести. А вот при таком подходе синус квадрат плюс космус квадрат побрать нельзя. Потому что вот этому функциональному уравнению, легко можно увидеть, удовлетворяет кроме синусов и космусов еще вот такие функции. А в степени х на синус х и А в степени х на космус х. Вот можете проверить, подставив, чтобы до любого числа А вот такие функции тоже удовлетворяют вот этому вот уравнению. Поэтому если не написать условие синус квадрат плюс космус квадрат равно единице, то эти функции отбросить нельзя. Вот такой тоже любопытный факт. Если взять минус, то вот эта теорема Фагора, условно говоря, она как бы выводится из 50 градусов. А вот если взять плюс, то она не выводится. Приходится ее явно добавлять в качество еще одного функционального размера. Ну, с помощью функциональных уравнений можно, кстати, определять также и логарифмы, и функцию А в степени х. В школе фактически так и делают. Не называют, правда, это. Правда, тоже ничего не доказывают, но так и определяют. Ну, что такое логарифм? Это такая функция, которая логарифм от произведения равен суммой логарифм. За это и есть стациональное уравнение вот такого вот. fxy равно fx плюс fx. Ну, по существу в школе вот логарифм так и выглядит. Ну, правда, тут не один логарифм, а логарифм с любым основанием, поэтому надо еще в какой-нибудь точке его значения задавать, чтобы выделить один логарифм. Это тоже интересная тема, потому что, если просто написать это уравнение, то кроме логарифмов у него могут быть еще и чудовищные совершенно решения, поэтому надо дополнительные условия накладывать, что, например, функция монотонная, или что функция непряженная. Тогда будут только логарифмы. Если не накладывать, то возможны совершенно чудовищные функции. Даже вот у такого уравнения, fx плюс y равна fx, у него есть очевидное решение, fx равно a умножить на x, где а какая-то константка, но у него есть и чудовищное решение, которое сложно даже объяснить, как они устроены, но вот такие решения идут. А чтобы получалось такое решение, нужно опять на функцию какие-то условия положить, ну, например, что на непряженную. В том способе, который я рассказал, это же на ней, никаких условий монотонности не накладывается, но зато вот это неравенство, то, что синтез x-x, оно все это из-за меня. Благодаря ему, никаких проблем там не изменилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!